Да, просьба всем выключить, пожалуйста, все выключите, пожалуйста, да, мы начинаем нашу лекцию, пожалуйста, выключите все свои микрофоны, соответственно, мы специально не обговаривали, но я думаю, что лектор предоставит возможность задать вопросы либо по ходу, либо в конце. Значит, как предложил Исраиль, я сейчас делаю демонстрацию экрана, тут есть некоторое видео, которое как раз на тему нашей лекции. Сейчас, еще полсекунды, окей, да, все видят, есть демонстрация, видите этот самый YouTube? Народ, подтвердите? Нет, пока мы видим имейл некий. А, окей, 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 сейчас, тогда полсекунды, слуха, 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 слуха Вот так пойдем. Сейчас еще раз вернусь сюда. Окей, демонстрации экрана. Да, сейчас должно быть нормально. Окей, сейчас видно YouTube, правильно? Да, народ видно YouTube. Ну хорошо, все, Исраиль, я как бы технически включаю YouTube, а соответственно вы как бы начинаете, комментируете и видите. Окей? Да, звука здесь нет, по-моему, только съемок. Исраиль, вы с нами? Да, наконец-то. А вы как-то хотите прокомментировать, что народ понимал, что мы видим? Давайте я буду комментировать прекрасно, хорошо. Хорошо. Мы сейчас с вами на вертолете делаем облет горы Эйваль. Гора Эйваль располагается к северу от крупнейшего города Самаришкем. Там проживает около 200 тысяч жителей. Вот это минимум. Мы видим в центре облета некое сооружение четырехугольное. Можно увидеть. Вот сейчас лучше видно, оно подчеркнуто буквально. Вот это все на фоне с южной стороны необработанных, точнее с северной стороны необработанных земель. Там уже конкретно огороды арабских деревень. Там есть крупная деревня Балата, есть сам город Шхем, есть деревня Салем. Мы видим сейчас руины этого сооружения, которое вызвало многочисленные споры у археологов. Я сразу хочу оговориться. В израильской среде археологов большинство это отвергатели Танаха. Сейчас мы собираемся этой лекцией нанести некий урон, если можно так сказать. Мы видим кевиш. Кевиш это пандув, подъем плоский на это сооружение. Адам Зерталь, который первый это исследовал, определил его как жертвенник. Более того, еврейский. Построенный по всем канонам наших законов, описанных в двух тратах Мишны. Это Медот и Тамид. Меня сейчас видно? Да, видно отлично. Соответственно, когда надо будет показывать подготовленные слайды, скажите мне, я их покажу. Пока все вы прекрасно показали, я могу начать с вашего поговорения. Окей, нет проблем. Меня зовут Исраиль Горелик. Я в стране 32 года. Занимаюсь экскурсиями, лекциями на тему истории еврейского народа. Я сам тоже неоднократно участвовал в раскопках. То есть исследовал и копал. Буквально с черенком в руках. Я вожу знакомство с многими профессорами. И моя задача сегодня немножко познакомить вас с последней сенсацией, которая вызвала, как обычно, много споров на горе Эйваль. Вот я думаю, я начну с вашего позволения. Все-таки с продолжения рассказа этого короткого видео, которое мы только что с вами видели. В 1975 году Мадам Зерталь, это ведущий археолог, он заведовал кафедрой археологии Хайского университета, относился к отрицателям Танаха, я подчеркиваю, делал облет с территории Минаше к северу от Шхема с тогдашним командующим центральным военным округом Фуадом или Бенемиром бен Элезером. С вертолета он увидел на северном склоне горы Эйваль некое прямоугольное сооружение. Понятно, что это дело рук человеческих. И попросил немножко спуститься. Он взял там пробу грунта. Проба грунта показала, что идет речь о культурном слое, относящемся примерно к рубежу 14-13 столетия до новой эры. Вдруг я вижу, что это прекратилось. Меня видно? Да, да, все отлично, все нормально. Я пока имею мало опыта с зубом. Если что-то возникло, я скажу. Хорошо. Ему занял несколько лет еще собрать необходимый и инвентарь, и добровольцев, и, конечно, главное, бюджет для раскопок, который начались в 1979 году. Через три года он опубликовал отчет подробнейший, который вызвал от сенсации до негодования в израильских кругах, потому что, я повторяю, большинство наших исследователей относятся к отрицателям Танаха. Они делятся на две категории. Это минималисты и максималисты. Минималисты – это Тривистский университет. Они вообще говорят, что Танаха не было. Иерусалимские, они немножко более такие консервативные. Они говорят, что Танаха, конечно же, не было. Но что-то было. Что они сами не знают. Но зато это выглядит более, скажем, солидно. Мы не знаем, что, но что-то было. Немножко я отвлекся, и я продолжу рассказ про Адама Зерталя. Он взял снова очень много пробы грунта. Он это сооружение разобрал от камня. Оно было засыпано камнями. Вот. И что он увидел? Он увидел, что у него есть кевиш. Кевиш – это пандус. Пандус – это плоский подъем к пьедесталу. У него есть особый балкончик, то есть выступ, для того, чтобы кропить кровью рога жертвенника. Теперь, что интересно, кевиш сам, мы видели там на картинке. Можно сейчас показать мне схему жертвенника? Это рисунок карандашом. Сейчас, полсекунды, хорошо? Хорошо. Значит, вот сейчас все видят этот дук. Сейчас есть некоторые дук. Да, есть схема там, как бы рисунок карандашом. Сейчас, секунду. Вот, вот, прекрасно. Сейчас был… Вот этот. Этот или следующий? Этот? Этот, этот, этот. Вы видите, что пандус, да, или плоский подъем, он довольно узкий, верно? Вот, более того, по обе стороны, от кевиша, от пандуса, есть какой-то халаль, то есть какое-то пространство. Зертали заинтересовало это пространство. Почему, во-первых, кевиш или пандус такой узкий? Оказалось, специально для того, чтобы по обе стороны было больше места для этого пространства. Для чего? Что это пространство? Когда взяли там пробу грунта, оказалось, что это все кости жертвенных животных, сожженные. Все оказались самцы, все оказались рогатые, и все оказались достигшие, как минимум, одного года от момента рождения. То есть все строго соответствует законам Галахи. Теперь вы видите, перед пандусом, да, стоит человечек на некой такой грязи камней, видите, да? Да. Это на самом деле ограда, примерно до полуметра высотой, и, видимо, она предназначалась для священников. То есть дальше народ, то есть Исраэль, заходить не мог. Вот это то, что я хочу объяснить. Мы знаем, что примерно полгода назад был скандал, что один из строительных подрядчиков палестинской автономики, который там прокладывал дорогу с обратной стороны жертвенника, вот, он снес часть ограды. Вот, вроде бы ее удалось восстановить. Дело в том, что прямо в 100 метрах от жертвенника располагается база связи армии. Она, кстати, себя неплохо зарекомендовала во время Первой войны в Перчицком заливе. Это была зима, скажем так, в 1990-1991 год. Но вернемся к жертвеннику. Во-первых, Адам Зерталь понял, что жертвенник еврейский. Далее, керамический слой относится, как раз точно к времени прихода Йошуа Бенуна и его войск в землю Израиля. Как я уже говорю, рубеж 14-13 веков до новой эры. Что еще интересно, что подтверждает, что эти люди пришли из Египта, нашли несколько скоробеев. Вы можете их показать? Да. Сейчас, полсекунды, я пролистаю. Хорошо? Скоробей – это египетская камея. Она изображает жучка. Жучок считался у них, то, что названо в Торе Тереф. Тереф – это, грубо говоря, домашний божок. Вот. И у каждого это было. То есть мы знаем, что только-только прошли 40 лет. По выходу из Египта, вот нам живое свидетельство, как бы того, что эти люди имеют отношение к египтской культуре, те, которые построили жертвенник, вот и возносили на нем жертвы. Теперь Адам Зерталь решил проверить, что было под жертвенником. И он его вскрыл. Это было при мне. Я участвовал тоже в раскопках. Водил там тоже экскурсии. И я это даже зарисовал. Вы можете показать мой рисунок? Да, нет проблем. Сейчас только я до него дойду. Это не то, это не то, это не то. Это то? Нет. Сейчас еще Дака, Дака, Дака. Вот. Это? Да, это он. Большое спасибо. Вы видите, что у него нет платформы, у жертвенника. То есть у него вскрыли камни. И что там обнаружил Зерталь? Он обнаружил обработанную ровную скалу, на которой тоже приносили жертвы. Это что интересно? Вот. И на сей раз жертвы эти, то есть он нашел там совершенно обугленный, он взял как бы фар, то есть прах. Но прах этот оказался полностью сожженными костями животных, гораздо хуже сохранившимися, чем кости животных, которые сжигали на жертвеннике. И там таки, да, были кости свиньи. То есть это место было известно еще до евреев, как там, где приносились жертвы. Вот. И евреи строят тут вдруг жертвенник. Возникает вопрос, что это за жертвенник, и почему упоминается здесь имя ближайшего ученика Моисея Мошер Абейну, Йошуа Абинуна. Кто он такой? Мы читаем в книге Дворин, недельная глава Китаво, про то, что мы должны сделать некую церемонию на двух горах, на горе Гризим, произнести благословение, на горе Эйваль, про которую мы сейчас говорим, проклятие. Далее следует странный приказ. На горе Эйваль мы строим жертвенник, обмазываем его известью и возносим там мирные жертвы. Мирная жертва – это еще курбан туда. Это еще и благодарственная, то есть та, у которой нет ограничений. Что имеется в виду, мы знаем, что все жертвы в храме имели также как бы мучной прообраз, если можно сказать. Так, все мучные жертвы – это была маца, кроме одной, кроме мирной. Почему мирная жертва – это хамец? Нет ограничений. Человек хочет возблагодарить за что-то Творца. Тут нельзя ему давать останавливаться. К чему я-то говорю? У многих комментаторов Торы возникал вопрос, почему именно на горе Эйваль мы строим жертвенник, а не на горе Гризим. Гора Благословения, как мы знаем, это гора Гризим. Есть несколько вариантов того, что там происходило. И почему я хочу вам это рассказать? Потому что тогда мы сможем лучше понять про эту сенсацию, которой я завершу свою небольшую лекцию, с вашего позволения. Благословения и проклятие, каким образом? Когда пришли евреи в Шхем, не тот лишь Шхем, который располагается между горою Гризим и горо Эйваль. То есть гора Гризим к югу, гора Эйваль к северу. В Шхеме встали священники с Ковчегом Завета. Вокруг них левиты. Шесть колен поднялись на гору Гризим. Шесть на гору Эйваль. Далее сказано, священники обратили свои лица в сторону горы Гризим и начали благословлять. Далее сказано, эллю в эллю, о ним амен. Меня видно, слышно? Да, все отлично. Извините, я... Нет проблем, нет проблем. Я бы сказал, зума бояль. Надо привыкнуть. Окей. Далее. Обратили лица в сторону горы Эйваль. Под хуба клала начали проклинать. Эллю в эллю, о ним амен. И те и другие отвечают амен. Далее сказано, закончили благословение и проклятие. Поднялись все на гору Эйваль. Там построили жертвенник. Обмазали его известью. Записали книгу Мишне Тура. Это последняя пятая книга Туры Дворим. Сказана Башим Им Лашон Бе Эр Жейтев. Семидесятью языками. Очень четким шрифтом. Это говорит Мишна, да? Я пока не комментирую. И вознесли положенные жертвы. Теперь можно начать с вопросов. Как получается, что мирные жертвы принести не на горе Гризим, горе благословения, а на горе Эйваль, горе проклятия? Нам это объясняет Медраж Ялкут Шимуни. Он рассказывает нам, точнее комментирует историю, которая приведена в книге судей. Вот про Авимелеха. Первый царь Израиля, первый царь я подчеркиваю. Это был не Шауль, это был Авимелех. И правил он в районе Шхема. Он был сын Гидона, одного из крупнейших судей. Которому евреи уже предложили. Сказали ему, шоль ата бану. То есть, правь ты нами и твой сын, и сын сына твоего. То есть, они предлагают ему основать династию. И отвечает им, Гидон, ловкий, короче, он отказался, потому что Господь ваш царь. Далее следует интересная фраза. А наложница ему, которая в Шхеме родила ему сына, и назвала его как Авимелех. Ни много ни мало, мой отец царь. Видимо, воспитал его вот в этом таком духе. Когда он возмужал, он, наоборот, шайкой бандитов, сказано Анашим Райкин, пустые люди. Вот, яцу ему, они с ним выходили, понятно, куда грабить дорогу. Когда он почувствовал силу, он пришел к старейшинам Шхема. Вот, и, значит, задает им вопрос. Какой вопрос? Он был сыном Гидона. У Гидона было 70 сыновей от разных жен. Он говорит им, хотите ли вы, чтобы вами прали 70 человек или один царь? Ну, что ему скажут старейшины? Конечно же, один царь. Он встает и убивает всех. Своих братьев на одном камне. Сейчас, секундочку. Саль, у вас выключен микрофон. Я с вами. Вы со мной? Да. Да, да, вы слышите. Все нормально. Окей. Слышите меня, люди Шхема, и услышит вас Господь. Пошли деревья поставить над собой царя. Обратились к маслине. Почему именно с маслины начинает свою притчу ее там? Очень просто. Мишна в трактате Ма Саршени делит землю Израиля на две области. В центре Иерусалим. К югу от Иерусалима земля называется Эрес Крамим. Земля виноградникова. Действительно, когда едешь на юг из Иерусалима в сторону Хеврона, видишь множество виноградников. К северу от Иерусалима Эрес Зейтим. Земля маслин. И до сих пор, это верно, там полно маслин. Короче, обращаются деревья к маслине и говорят, «Мышоль от Абану, стань нашим царем». Отвечает им, маслина, я ставлю масло свое, которое мажут на царство священников и царей, и будут скитаться между деревьями. Обратились к виноградной лозе. Станьте нашим царем. Отвечает лоза. Я ставлю вино, которое радует сердце, Бога и людей. Не буду скататься между деревьями. И так они обходят все деревья, пока не приходят к последнему, к дереве. Отад, сушняк. Говорит им, сушняк, если вы хотите действительно, чтобы я стал вашим царем, выйдет огонь от деревьев и пожрет кедра ливански. Он говорит, что это притча. Он говорит, вы взяли самого негодного сына и сыновей моего отца, который за вас воевал и вас спасал, и поставили его себе царем. Короче, он их проклинает. Проклинает бывает три года спустя, когда люди с кема восстают. Авиамелях очень энергично давит это восстание, но он доходит до горна Тейвец, современный Тубас, в политинской автономии. И при осаде он слишком близко подошел к стене, и женщина скинула ему на голову обломок жерного. И он говорит своему роженосцу, проткни меня, чтобы не говорили, что женщина его убила. Так кончает свои дни Авиамелях. Задается вопросом, тогда же Медраж, Ялкутшему, почему Йотам проклинает людей с кема на горе Благословения, на горе Гризим, да? Логично, на горе Иваль. И он дает следующую версию, как было, еще одна версия, как это было стояние. Вот, когда поднялись люди, шесть колен на гору Гризим, и шесть на гору Иваль. Те, которые начали благословлять, кого они видели перед собой. Тех, которые стояли на горе Иваль, правильно, получается, они их благословили. Тех, которые проклинали на горе Иваль, кого они видели перед собой. Тех, кто стоят напротив на горе Гризим, и получается, они их прокляли. То есть, получается, гора Гризим, на самом деле гора проклятия. И говорит нам, я дел кучему, не вот слова настоящие Йотама. Я знаю, люди, что в будущем вы будете Кутим, то есть самаритяне, которые благословляют гору Гризим, и не знают, что это гора не благословения, а проклятия. Чему я это все рассказываю? Какие там проклятия? Все дело в том, что буквально два месяца назад, три месяца назад, может быть, в мир облетела сенсационная новость, что на горе Эйваль, на горе проклятия. Мало того, что обнаружили жертвенник, вот и почему я уже говорил, научный мир отрицает, что жертвенник ее шел по одной простой причине. Его не видно со стороны горы Гризим. Но это только показывает невежество большинства наших ученых. Я уже привел в Мишну, так-то от Сота. Мы знаем, что без устной, которую мы тоже писали, но никогда не поймем. Которая говорит, что совсем не нужно, чтобы со стороны Гризим видели жертвенник на горе Эйваль. Потому что все в конце обряда этого церемонии благословения и проклятия пришли на гору Эйваль и построили там жертвенник, все колено. Это не была как бы одна церемония жертвы и проклятия и благословения. Это были две разные церемонии. Так вот, у подножия жертвенника, там растопки продолжаются, хотя Адам Церталь умер уже лет шесть тому назад. В возрасте ему было около 80 лет. Примерно. Вот. И, значит, нашли некую камею. Размер 2 на 2 сантиметра всего-то. И свинца. Можете показать эту камею? Да. Сейчас, секунду, найдем. Вот она, прекрасно. Вот это было вот это, да? Сейчас, секунду. Это? Да, все. Прекрасно. Это, вы видите, сверху камея уже раскрытая. У нее были как бы две плоскости. Внизу так ее нашли. Она была сложена. Теперь, внутри камеи была надпись. Заняло около трех лет ее прочесть. Почему? Потому что надпись прото-хананским шрифтом. Грубо говоря, это палеоеврейский, или, как мы говорим, ктав-еврикадум. Говорит нам трактор Сангидрин в 21 листе. Сначала мы получили Тору на языке святом и еврейским шрифтом. Эзра и Нехемия при возвращении из Павелонского плена перевели Тору на арамейский язык и записали ассирийским шрифтом. А народ Израиля избрал святой язык, а шрифт ассирийский. Мы сейчас называем шрифт, который написано Тора, ктав-ашури. К чему-то говорю, тот шрифт, который обнаружили в этой камее, он еврейский. То есть палеоеврейский, или то, что называют еще финикийский. Хотя мы давно обогнали финикийцев по древности надписей. Еще календарь Гезера, он относится к X веку до новой эры. Уже раньше всех известных нам финикийских надписей. А это камея тем более. Что это за камея? Она сделана из свинца, интересно. И содержит совершенно дикий текст. Можете мне показать текст? Мне, всем. Да, сейчас, полсекунды. Сейчас, сейчас, сейчас. Еще. Это вот это? Нет? Нет. Вот, нет, нет, нет. Вот, есть, есть. Я его зачитываю вам. Текст совершенно дикий. Так что предупреждаю. Проклят ты у Бога. Смертью умрешь. Умрешь проклятым. Потому что проклят ты у Бога. Это я как бы на месте перевел. Кто проклят? Почему у Бога? И почему ты должен умереть? Как это понимать? Вот до сих пор никто из исследователей четкого ответа не дал. Интересно, что редакция такого портала Кикара Шаббат обратилась за вопросом, с вопросом таким к известному пропагандисту Танаха в Харидимной среде Раву Урию Гольцману из Бейтар-Элита. Вы знаете, одна из проблем Харидимной среды – недостаток изучения Танаха. И этот тракт как раз именно занимается восполнением этой ниши. Он дал очень интересный вариант свой, что он думает по поводу этой камеи. И почему она обнаружена на горе Эйваль. И почему у подножия жертвенников. Он приводит нам текст из Торы, из второй книги Торы, «Шмот», она же «Исход», недельная глава Мишпатим. Это 22 глава, вот 9 стих. Давайте я это читаю. Давайте я буду сразу по-русски. Если отдаст человек ближнему своему осла или быка, или овцу, или любую скотину на хранение, куда-то он отлучается, ему нужно, чтобы человек кормил, допустим, его животных во дворе. И что с ним происходит и вдруг, или эта скотина умрет, или она будет покалечена, или похищена, и нет свидетеля. Что делать? Так далее говорит 10 стих. Клятва перед Господом будет между обоими, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. И хозяин должен это принять, а тот не будет платить. То есть между ними будет клятва. Далее приводит Рав Ури Вольцман выдержку из книги известного Гаона. Был такой Рав Гай Гаон. Он преподавал в Вавилонии на рубеже 8-9 веков новой эры. Он издал книгу Мишпатейшву От. Буквально перевод закон и клятв. Там он дает нам примеры, как мы произносим клятвы. Клятвы все произносят первое слово. Это Хай Гошем. Благословен Господь. Причем Гошема произносится полным именем Господа. То есть нет клятвы без имени Господа. И далее человек клянется, что он эту вещь себе не присваивал. Или эту скотину, или это животное. В общем-то мы лучше это знаем даже из недельной главы Насо. Буквально мы его только-только читали. Это книга Бамидбар. Пятая глава. Рассказ про Сота. Сота буквально переводится как извращенная. Извращенка, я знаю. Это жена, которая по подозрению мужа ему изменила. Там есть длинная церемония, как это проверяется. Но там тоже есть некого вида заклинания. Я уже говорил, что нет клятвы без имени Господа. Вот теперь здесь клятва страшная. Ты умрешь смертью, ты против Господа и все остальное. Почему здесь проклятие, во-первых? Видимо, эта камея дается человеку, которого подозревают. То же самое, как Сота. Сота – это женщина, которая подозревает в измене. Она должна выпить воду. Есть два варианта, как это переводится. Либо горькие воды, либо проклятые воды. То есть это она выпивает воду. И тогда проверяется, она мужа ему изменила или нет. Теперь. Здесь по версии Рава Ули Вольфана. Человек, которого подозревает, он должен принять эту табличку с проклятиями. Значит, он знает, что... Он утверждает, что он не причинял вреда животным, который ему оставили. И если он лжет, то, что написано на этой табличке, с ним сбудется. И далее приносится мучная жертва на жертвенника. То есть нету этой церемонии без жертвенника. Интересно, что это тоже упоминает нам царь Шламо. При освящении храма в Иерусалиме. Там он возносит молитву Господу у жертвенника. И среди прочего он также касается и клятвы между Истом и Ответчиком. То есть, что он говорит Рава Ули Гольфман. Скорее всего, то, что нашли на горе Эйваль, это та самая церемония, когда заклинают подозреваемого, который утверждает, что он не брал этой вещи, либо скотиной. Вот что будет с тобой. После этого приносится мучная жертва. Приводникает следующий вопрос. Здесь имя Господа не полностью написано. Только три буквы. Ют, Кей, Вав, Кей. Можно увидеть. Если интересно, я могу показать вам. Я прислал Равну Тану Бару. Как это написано на палео-еврейском шрифте имя Господа. Можете показать? Да. Сейчас полсекунды. Сейчас я на секунду отвлекся. Я изменяюсь. О каком слайде мы говорим? Это палео-еврейский шрифт. А, да. Да, да, да. Сейчас полсекунды. Вот, по-моему. Прекрасно. Вы видите с правой стороны три буквы. Первая с правой стороны – это буква ЮД. В центре – Гей, последняя Вав. Получается ЮД, Кей, Вав, Еху. Почему имя Господа здесь не полно? Причем оно написано дважды и оба раза не полностью. Здесь нас выручает конец недельной главы во второй книге Торы, шмот или исход, Бешалах. Там есть рассказ про первое сражение евреев после выхода из Египта с Амалеком. Давайте я, с вашего позволения, раскрою недельную главу Бешалах и дойду до битвы с Амалеком. Вот, так интересно, после сражения с Амалеком есть, как бы, такие стихи, 14 стих, 17 глава книги Шмот. Вот, во Йомир Гошемель Моше, кто взрослый и сказал Господь Моисею, запиши это на память в книгу и скажи Йошуа, что я совершенно сотру память об Амалеке за это нападение. И далее сказано, что и построил Моше, жертвенник, и назвал его Господь Моя Чудо, и сказал «Ки-Яд Аль-Кес-Ям нилхамали Ашем ба-Амалек мидор бедор». «Ибо рука на троне Господнем война у Господа с Амалеком из поколения в поколение». Теперь Раши задает вопрос, почему сказано «Яд Аль-Кес-Ям». Правильно сказать «Яд Аль-Кес-Ям юткой вавкей». Здесь «Кес» не полностью написано, имя Господа не полностью. И говорит Раши, пока есть злодей, в данном случае Амалек, трон Господа будет неполный и имя Господа будет неполным. То есть, когда ты кого-то проклинаешь, то есть кто-то навлекает на себя проклятие, скажем так, скажем точнее. В этом случае имя Господа пишется неполностью. Вот ответ на вопрос, почему то, что нашли на горе Эйваль, мало того, что это текст проклятий, самым древним именем Господа оно записано неполностью. Теперь, когда представители, допустим, есть такой Гринберг, профессор Зеев Гринберг из Царистского университета, он заявил, что это вообще не имеет отношения к евреям. Ему показали дважды записанное имя Гошема. Тут как бы нигде ни у кого нету, это понятно, что это еврейская табличка. И, как я уже говорил, кости всех животных без исключения сожженных. Это самцы, рогатые, то есть все, как бы, говорит нам Тратак Кулин, что если у животного есть рога, оно автоматически раздевает копыта и отрыгивает жвачку. То есть кошерное животное. Вот все самцы, все достигли годовалого возраста. И вот дополнение к тому, что это действительно жертвенник Йошуа, это вот камея, если можно назвать ее камеей, скорее всего, это не камея, а просто текст проклятий человеку, которого подозревают вот в некоем, скажем, неугодном поступке. Вкрасно про эту камею. Теперь, что я хочу сказать в заключении. Я уже говорил, я с этого начал. Израильский научный мир в области археологии построен на отрицании Танаха. Просто, чтобы вы понимали. Более того, это дошло уже до школьной программы. Танах сейчас в светских школах очень сильно урезан. В школах до телеумии есть уже учителя, которые относятся к Анаху с легким пренебрежением. Короче, делается все, чтобы объяснить, что Танах – это вот это слово у них модное анахронизм. Я хочу только подчеркнуть, что все новые и новые раскопки и находки на местности только подтверждает Танах. Это мы сейчас с вами находимся буквально в разгаре, да я бы даже не сказал спора. Это уже перешло в некую сферу идеологии. Кто мы такие? Мы народ, мы не народ? Откуда мы народ? Интересно, что в Офре тоже на эту тему прошла лекция. Мой поселок в Шамроне. Лекцию давал доктор Стив Спилберг. Он известный евангелист из Америки. Доктор истории и археологии. Он правая рука профессора Галилея, того самого, который, в общем-то, и сейчас руководил раскопками. Он сейчас сменил 6 лет тому назад на кафедре археологии покойного Адама Зерталя. Интересно, что он начал со слов одного из крупнейших специалистов по археологии. Это профессора Гарварда и Массачусетса, нескольких университетов, Ларри Саджер. Можете показать его высказывание? Да, сейчас, полсекунды. Вот. Прекрасно. Он заявил, что если мы серьезно отнесемся к результатам раскопок Адама Зерталя на горе Эйваль, мы должны вернуться в детский сад. Вот. К чему я это говорю? Я очень люблю учиться дальше дидактике. Методики преподавания у хороших докторов, которые действительно это умеют. И Стив прекрасно это показал. Извините, его имени Стива Скотт. Я ошибся. Вот. Он начал с этой фразы. Свою лекцию. Это многих как бы возмутило. Там много религиозных людей было. Вот. Когда он показал все данные того, что найдено. Как это понимать? Кстати, он не знает еще про версию Рава Урии Гольцмана. Он дал свое. Вот. Но просто как бы я, как пример. И этой же фразой он закончил свою лекцию. Тогда уже ему все проплодировали. Вот. Так я тоже хочу закончить этой фразой свою, как бы, короткую лекцию про эту находку. Единственное, что хочу еще заметить, материал, из которого сделана эта камея, да, это свинец. Почему не золото, почему не олово, я не знаю, почему не серебро, почему именно свинец? Свинец, мы знаем, что из него еще изготовляются гири, правильно? Про гирю говорит нам Тора, чтобы у тебя была верная эйфа, верная гиря. С помощью гири можно человека еще и обкрадывать, верно, обвешивать. Вот. И делаются эти гири именно из свинца. То есть он относится понятие тяжелых металлов. Вот. И здесь тоже прослеживается связь. То есть ничего нет случайного в этой находке, в этом тексте и даже в написании имени Господа. Ну, в общем-то, более-менее я хотел бы на этой фразе закончить свой рассказ. Если у кого-то есть вопросы, я буду рад ответить. Да. Окей. Тогда демонстрацию, я думаю, что я останавливаю, правильно? Окей. Да. Сначала я, может быть, зачитаю, наверное, мне это проще сделать. Здесь один вопрос в чате, а потом народ, пожалуйста, задавайте вопросы. Правильно делать, задавать вопросы – это поднимать руку, потому что если есть большое количество, то есть некоторая очередность. Но есть у вас внизу справа кнопка «поднять руку» или «рейсхед» по-английски. Если найдете и сможете, замечательно. Если нет, тогда, значит, умеетствуемся как-то так. Вопрос такой. Владимир Гордин спрашивает, какова методика датировки и какова ее точность? О! Это вопрос больной. Вопрос очень верный. Вот. Начал, как бы, традицию, я бы сказал, датировки керамического слоя исследователь холма Тель-Лахиш, городище Лахиш древнего. Его звали Стив Старки. Там была смешанная делегация английских и датских ученых. Там тоже нашли много письменных источников, в частности. Там нашли архив переписки коменданта военного Лахиша. Он брал керамический слой в Лахише, а там почва очень мягкая оказалась. И сравнивал этот же слой уровень по отношению, грубо говоря, к уровню моря с тем, что находятся в Египте. Египет сейчас это мать археологии. И он пришел к выводу, что то, что у нас на уровне, скажем, 200 метров выше уровня моря, это и в Египте, это как бы одна и та же эпоха. Что его смутило? Его смутил текст переписки коменданта Лахиша. Там как раз самый конец эпохи первого храма. А керамику, которую он взял, она относилась сначала к первому храму. То есть разница примерно около 400 лет. Это не так мало. И тут как раз есть проблема с датировкой. Почему? Когда я учился в университете, излюбленная тема опровержения Танаха у моих профессоров была, это, конечно же, город Ай. Второй город, который взяли воины Йошуа при захвате земли Израиля, при выходе из Египта. А там они говорят всегда, что Ай захватили еще за 600 лет до Йошуа. Я хочу уточнить, я учился в середине 90-х годов в Барламском университете. Сейчас, говорят, тысяча лет. Я думаю, пойдет еще 25 лет. Так это уже будет 1400 лет. И мне трудно понять, как действует. Но к чему я это говорю? Потому что то, что у нас большинство исследователей, они опровергают Танах на основе именно ошибочной датировки керамического слоя. И пока никто не готов принять другую гипотезу. Вот. Так я к чему это говорю. В принципе, теория Старки, она верна. Но что она не учитывает? Она не учитывает войны. Во время войны все переворачивается, все перемешивается, все сжигается. Она не учитывает сейсмичности территорий. Израиль, это сейсмическая территория, тут регулярно происходят землетрясения. Причем разрушительные. Раз в 90-100 лет. Тогда все переворачивается. Очень много факторов, которые мешают дошло до абсурда. Например, в городе Давида, я участвовал там в раскопках лично, вот, Айерет Мазар, которая нами руководила. Там была точно так же ситуация, как в Лахишин. Те надписи, которые там нашли, нашли очень много. 55 булл нашли. Була – это Петять Сургучевая циновника. Из них многие за этим упоминаются в Танахе. Но к чему это говорю? Кермический слой начала эпохи, первого храма. Те тексты – конец. Опять разница, как в Лахиши 400 лет. Как это воспринимать? Опять я повторяю, что есть проблема с датировкой кермического слоя. Никто не готов это пересмотреть. Но это вкратце ответ на вопрос Владимира Гольдина. Окей, замечательно. На горе Эйваль, я тут хочу заметить, на горе Эйваль не было ни землетрясений, не было войн. То есть это сооружение буквально стояло в пустыне, никак не тронутым. И поэтому там не было проблемы с определением керамического слоя. Там не было ничего, кроме этого. Буквально место совершенно тихое в стороне. Окей, пожалуйста, есть доктор Капельович. Да, молодцы те, кто поднял руку, я все вижу замечательно. Окей, доктор Капельович. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше сообщение интересное. Я хотел бы сделать некоторое методологическое замечание. Начну я только с одной мелочи, с вашего разрешения. Я думаю, что Исраиль, наверное, просто оговорился, когда сказал, что надпись трудно было прочесть вследствие того, что она написана полиеврейским шрифтом. Шрифт давно изучен, легко читает. Я не говорю, что трудно было прочесть. Проблема была просто в ее фрагментарности и в том, что надо было реконструировать определенные части этой надписи. И до сих пор есть споры, предлагаются разные реконструкции. То, что Исраиль показал, это одна из них. Теперь как бы более важный момент. Более важный момент. Он, мне кажется, момент методологический. Я не хочу выступать ни от имени максималистов, ни от имени минималистов. Я вообще считаю, что деление научного мира на разные такого рода категории, оно верно лишь частично. Потому что ученые, уважающие себя, все-таки стараются сделать так, чтобы идеология, какая бы ни была, не заслоняла бы им предмет исследования. Те, кто всерьез относится к своему делу, они все-таки следуют не каким-то идеологическим посылам, а тем выводам, которые пристекают из их исследования. Будь то выводы верные, будь то ошибочные, это время показывает. Конечно, всегда есть и такие, которые на почве науки наживают какие-то политические дивиденды. Теперь мне кажется, что очень важно разделять историю и литературу. Есть исторические и археологические артефакты, очень важные, очень интересные, которые проливают свет на историю еврейского народа. Когда мы говорим об артефактах, найденных здесь в земле Израиля. И можно спорить о датировке того или иного артефакта, скажем, того же жертвенника или этой надписи. Кстати, если все подтвердится, надпись еще не прошла академической верификации, это еще все ожидается. Но если подтвердится все, то, что сказал Гершом Галиль, тогда это действительно самая древняя из имеющихся на сегодняшний день иудейских надписей. В какой ее контекст, это спорная, опять же, вещь, интересная трактовка Раури Гольцмана не более чем, надо понимать, что это не более чем одна из возможных трактовок. В другой плоскости лежит литературный текст. Это и текст Анаха, это и текст Мишны, текст Мидраша, и текст процитированного Рава Аягаона, и текст Раши. Это литературные тексты. Мне представляется, что совмещать литературные тексты и исторические, и археологические артефакты необходимо с крайней осторожностью. Стараться не делать поспешных выводов, ни в ту, ни в другую сторону, не отрицать и не подтверждать. Скажем, если мы говорим про жертвенник, жертвенник, который найден на горе Иваль и который из самых уважаемых археологов Израиля Адам Зерталь действительно отождествил жертвенником Йошуа Беннуна. Не подвергая ни малейшему сомнению важность его находки и те археологические выводы, которые он из этого сделал, я все-таки хочу подчеркнуть, что невозможно, боюсь, что вообще будет никогда невозможно подтвердить или не подтвердить связь этого жертвенника конкретно с Йошуа Беннуном. Не говоря уже о споре по поводу датировки входа, я сейчас не касаюсь других теорий о том, как народ Израиля оказался в земле Израиля. Но если все-таки идти вслед за нарративом исхода из Египта, то есть споры по поводу датировки, когда именно народ Израиля оказался здесь, когда происходил этот исход. Но так или иначе, у нас нет никаких средств, которые бы сказали, да, это действительно жертвенник, построенный Йошуа, даже если мы скажем, что это жертвенник, который построен более или менее в те времена. И это касается всего, на самом деле, не только жертвенника, той же надписи, скажем, эта надпись, то, что Израиль не упомянул, имеет, по крайней мере, не упомянул в явной эксплицитной форме, она имеет очевидную параллель с текстом из Клиги Дворим, который Израиль вначале цитировал. Да, вот эта церемония на горе благословения и проклятий на горах Гризим и Иваль, там действительно похожие фразы в книге Дворим, не буквально такие же, но все-таки достаточно похожие. Да, проклят тот, кто. Значит, там, правда, не упоминается конкретно в этом тексте та ситуация, которую обсуждал Израиль в связи с текстами из книги Шмот и интерпретацией Равы Ури Больцмана. Вот, кстати, что касается краткого имени Бога, то это тоже, конечно, такая красивая медрошистская интерпретация, но как раз в этом тексте книги Дворим в контексте проклятий имя Бога дается полностью, четырех букв на имя Бога дается полностью. Вот, поэтому я еще раз как бы с тем, чтобы завершить свою реакцию, я подчеркну две вещи. Первое связано с тем, что история, исторические и археологические артефакты и текст, который есть у нас в руках, это не одно и то же. И мы, на мой взгляд, не вольны делать произвольные аналогии, мы можем их предполагать, мы можем их предлагать, но при этом мы должны всегда сознавать, что это не более чем гипотеза. Не более чем гипотеза утверждения, что жертвенник, найденный на горе Иваль, и, опять же, при условии, что датировка совершенно верная, это лишь гипотеза, что это может быть жертвенник, построенный Иошоу Бенуэм и так далее. Это одно, на мой взгляд, это очень важное методологическое основание для любого исследования. А второе, повторяю, хочется все-таки вступиться за честь израильских ученых, археологов и историков, есть разные, во-первых, придерживающиеся разных взглядов, но, опять-таки, даже те, которые так называемые отрицатели Танаха, они не Танах на самом деле отрицают. Что значит отрицатели Танаха? Что значит Танаха не было? Танах, естественно, есть, это книга, которая существует. То, что говорят некоторые из них, это что события, описанные в Танахе, не верифицируются теми артефактами, историческими и археологическими, которыми находим. Это оспаривается. Есть те, которые это поддерживают. Такие, как, скажем, Зайд Герцог, Исраиль Финкельштейн. Есть те, которые, как Адам Зерталь, в результате пришли к другому выводу. Но это спор ученых. Опять же, я хочу подчеркнуть, что это не обязательно должен быть идеологический спор в том смысле, что вот я, скажем, придерживаюсь тех или иных убеждений, допустим, крайне левых. И поэтому мне удобно воспользоваться теми или иными гипотезами археологическими и историческими, чтобы что-то отрицать. Так же точно, как и наоборот. Если я человек, придерживающийся правых убеждений, уважающий себя ученый не может себе позволить делать такие вещи. И серьезные ученые, к которым я отношу того же, например, Исраиля Финкельштейна или Надава Неймана и других, даже если их теории вызывают у меня желание поспорить, я все же считаю, что они достойны внимательного и серьезного рассмотрения. Но на этом я закончу. Спасибо за внимание. Окей. Есть дгува, реакция, примечания, замечания, контраргументы. Я могу сказать, что, во-первых, для меня это честь, что тут был доктор, я этого не знал. Во-вторых, археология, мы знаем, это не точно наука, так что я не утверждал. Я не говорил, что текст было трудно прочесть. Я сказал, что я занял три года его прочесть не потому, что было трудно, а потому, что там были буквально тонны грунта. И пока до него добрались, вот так только сейчас, три года спустя, мы про него узнали. Но вообще, конечно, для меня факт, что тут был доктор, это, конечно, честь. Я не доктор, я только учился. Это не важно, это не важно, доктор, не доктор. Доктора с нами, нет проблем. Ну, хорошо, окей, давайте тогда вот еще есть… Да, во-первых, доктор Кипелевич, большое спасибо. Окей. Окей, сейчас в порядке. Александр Яковлев. Александр, пожалуйста, мы слушаем. Да, спасибо. Не ослышался ли я, когда вы сказали, что под жертвенником были найдены сожженные кости свиньи? Как это может быть? Я это объяснял, что это место было известно до прихода, опять это уже будет предположительно, археология, наука неточная, у меня уже поставили на место, я постараюсь быть более точным, до предположительно прихода евреев, то есть там приносились жертвы, и жертвы другого характера, вот. То есть это был другой жертвенник. Разве евреи не знали, что там приносили в жертву свинью? Зачем же они там сделали свой жертвенник? Вполне возможно, что знали. Да, загадка. Но это никак не влияет на… Например, Медраж говорит, что под Храмовой горой располагается могила Аравны. Равно это был царь Иерусалима по тексту книги Шмуэль-Бет, вторая книга Шмуэля, который продал губ на свое Давиду, на котором Давид построил жертвенник. Так тоже парадокс, эта могила, получается, она скверняет, но там есть детали, он не был евреем. То есть там много таких нюансов, которые как бы с первого взгляда могут удивить. Когда немножко как бы вникнешь, видишь, что пока все, скажем так, таким, пока все… Вот я тоже был удивлен, но вы мне разъяснили, благодарю вас. Окей, замечательно. Так, хорошо, тогда руку Александра опускаю. У нас остался Юрий Лылов. С лиха. Да, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте, я хотел бы к доктору присоединиться в плане того, что, например, в псалмах 122, стих 4, 130, стих 3, имя Бога тоже написано. Есть двухбуквенное, и там никаких проклятий нет. То есть люди там предположили что-то якобы, я об этом хочу сказать. Еще, например, во время Великой Отечественной христианство, она была наиболее удобной религией для фашистов. Они ее избрали для скотинивания человечества. Очень удобная вещь была. Поэтому они не закрывали храм, они их открывали. Чем больше, тем лучше. Народ был послушен. Я к чему говорю? К тому, что не нужно сбрасывать со счетов идеологию, с которой выходят отрицатели Танаха. Они могут прикидываться учеными и так далее. Но если ты отрицаешь что-то в Танахе одно, ты стоишь под сомнение вообще весь полностью священный текст. Они отрицают это почему? Кто эти люди вообще? Кто за ними стоит? Может быть, вот это еще нужно рассматривать? А не просто упираться в то, что они ученые, что они хотят свое доказать, что у них горе от ума наступило, там еще что-то такое. Ну вот я об этом. Вполне какие-то у них свои причины есть отрицать это все. Не просто так. Я поясню. Все началось с 2000 года. В газете «Ха-Арец» израильская газета вышла статья известного профессора по археологии. Он тоже террористский университет, более-менее. Звеев герцог. Называлась она Танах Мемтеим Башетах Эйн. Танах нет никаких находок, подтверждающих это на местности. Это вызвало большой спор между представителями Террористского университета и Иерусалимского. И с тех пор более-менее Исраиль Финкельштейн, Звеев герцог и прочие относят себя к минималистам. А, допустим, Гарфинкель и Йосеф из Иерусалимского относят себя к максималистам. Но, де-факто, я поясню, в моих глазах, наверное, может быть, я сейчас скажу что-то не объективное, но это мое мнение просто. Я не считаю Танах книгой, которую можно действительно изучать, как ты, допустим, изучаешь «Войну и мир» Льва Толстого. Это нечто другое. Это другой уровень. Для этих людей ничего, кроме археологии, не существует, и поэтому, если она не подтверждает Танах, имеется в виду, как правило, керамический слой, датировка, то это напрашивается на определенный вывод. Окей. Вот еще один вопрос есть от Владимира Гордина в чате, озвучивая. Возможно ли версия о построении жертвенника на месте старого жертвенника? Двоеточие. Свидетельство победы над противником. Такое есть в Галахе. Называется это Гора Атшаа. Требование времени. Из чего мы это учим? Мы это учим из второй книги царей. История, когда пророк Илья построил жертвенник на горе Кармель и собрал там жрецов Бааля. Вот и, значит, устроил с ними соревнования. То есть мы построим жертвенник, поднесем там жертвы, но огня зажигать не будем. Вот чей огонь спустится с неба, Господа или Бааля, вот так мы будем служить. К чему это говорю? То есть это был случай, необходимый, чтобы доказать народу, что Господь он Бог. И действительно потом евреи кричат мощным криком «Гошем Гуэлю Ким» – Господь он Бог. Но это нечто одноразовое. Постоянный жертвенник может быть только в месте, которое избрал Господь. Мы знаем это, то, что указал прозорливец Гад Давиду. Вот на Гумна Аравна Евусея, на горе Мурия. И с тех пор мы не имеем права место жертвенника менять. Это мой ответ. Окей. Господа и дамы, я думаю, что мы более-менее как бы осветили через «и», а не через «я», а можно через «я» сказать, осветили тоже данную тему. Если вопросов больше нет, просто если кто-то как бы остался, мы его пропустили. Пропустили, пропустили. А, в чате, то, что написано в чате или нет? Да, в чате. Я два послал послания, вы прочитали второе. Нет проблем. Слиха, зачитываю. Александр Киселев, сам жертвенник сейчас имеет значение? Не совсем понял вопрос. Тогда надо озвучить, это будет правильнее, да? Мы же вас слышим. Я не Киселев, во-первых. Я думаю, он свой вопрос задаст. Но я другой вопрос задал в начале чата. Я повторю свой вопрос с вашего разрешения. Какова методика датировок, о которых вы говорили, и каковы погрешности этих датировок? Спасибо. Я, по-моему, озвучил этот вопрос в самом начале, задавание вопросов. Нет? По-моему, нет. Я это уже отвечал на этот вопрос, да. По-моему, да. Значит, тогда мы не будем возвращаться. Я, извиняюсь, правильно посмотреть тогда как бы в записи. Окей? Вот, тем не менее, есть еще вопрос Александра Киселева. Я не знаю, может быть, он микрофон может быть. Еще раз как бы его озвучиваю, если есть ответ. Сам жертвенник сейчас имеет значение? Я не совсем понимаю контекст вопроса. Что значит иметь? Значение какое, Александр? Мы не очень понимаем. Значение какое сейчас сегодня приносить жертвы? Значение актуальное, политическое, географическое, геополитическое? Как бы помогаю вам, пытаясь как бы расширить вопрос. Если вы хотя бы напишите быстренько в чате, о каком значении идет речь, то лектор попытается ответить. Хорошо? Окей. Скажем, археологическое значение он имеет. И неважно для кого, для минималистов или для максималистов, это археологический объект. Окей. Ну, хорошо. Давайте тогда поблагодарим Израиля. Потрясающая лекция была, очень интересно. Да? Я очень надеюсь, что вот такой опыт выступания в рамках Лильмот уважаемым лекторам будет с Божьей помощью дальше осуществлен. И мы с удовольствием услышим дополнительные лекции. Хорошо? Если кто-то, у кого-то возникнут дополнительные вопросы, что-то, какое-то продолжение, да, да, запись будет, ответ я вижу в чате. Пожалуйста, любым известным вас способом, в том виде, в котором вы получили от меня ссылку, значит, соответственно, задайте свой вопрос. У нас есть группы в Телеграме, несколько групп, в том числе и группа, например, «Современная еврейская философия». Ну, предположим, это можно там. Есть группа «Занятия 70 леков Торы». Можно присоединиться там, спрашивать. В любом случае, если вы пришлете вопросы, я их перешлю Израилю. А дальше, значит, насколько вы будете получать ответы, зависит как бы от желания лектора продолжать дальше эту беседу. Хорошо? Окей? Тогда спасибо. И оставайтесь на нашем канале. Наш канал, это канал «Еврейская культура». Израиль в центре наших обсуждений. Все, что здесь происходит, мы это обсуждаем. Окей. Израиль, огромное спасибо. Всем счастливо. До свидания. Пока. Доброго здоровья. Всем счастливо. Пока. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok